Где уфимские школьники проверяют свою строевую подготовку? Конечно же, на городском конкурсе «Строи и песни». Именно здесь определяют лучших. На базе лицея номер 5 проводится городской юноармейский смотр-конкурс по строевой подготовке. Равняемся на Знаме Победы. Сегодня как сталь, опять закаляется Родина сталь. Конкурс проходит в два этапа, а в финал вышли 18 команд – победителей районных смотров. Данил, расскажи, каково быть командиром? Ну, это очень увлекательно, интересно. Ты узнаешь много нового, готовишься своим взводом и становишься ближе. Как ты думаешь, зачем нужны такие мероприятия? Я считаю, что это очень важно для развития молодежи, так как это развивает патриотизм в нас. И так мы становимся ближе к своей Родине. Юноармейцы показывают свою физическую подготовку, строевую выправку, умение выполнять команды, мастерство перестроения, командный дух и сплоченность. В состав жюри входят ветераны боевых действий, которые достойно оценивают каждого. Скажи, что учитывается при оценке ваших выступлений? Внешний вид, сам смотр строя и выполнение определенных задач. Как ты оцениваешь ваше выступление? Я считаю, что мы выступили очень хорошо, у нас были четкие действия, мы громко спели песню. Победу одержали следующие команды. В младшей возрастной группе лицей номер 106 «Содружество» и школа номер 56 имени Григория Семеновича Овчинникова. В средней возрастной группе гимназия номер 39 и школа номер 56. В старшей возрастной группе выиграла гимназия номер 82. Абсолютным победителем и обладателем переходящего кубка стала команда лицея номер 96. Шагать в ровно шеренги и одновременно петь – это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Однако, несмотря на высокую конкуренцию, участники конкурса достойно справились со всеми заданиями. Желаем им успехов в новых свершениях! Кристина Адарова, Вахид Халимов. Специально для Горы новостей.